Да, это такая штука, как бы 10 лет назад, примерно, там чуть больше, после мюнхенской речи, Путин же сыграл спил песенку, которая там как-то блюбери и что-то ля-ля-ля, короче, склон, на котором холма, на котором я собираю голубику. Это песня про, ну скажем так, антиколония, это песня про несчастных, замученных, американским колониализмом разноцветных граждан Америки, бывших. А потом он же чуть позже спел песню про странные фрукты, висящие на деревьях Пенсильвании. Надо понимать, что это такое. Пенсильвания – это штат, где шли основные сражения гражданской войны, где вот там рабство было в расцвете. Там, когда негры вешали на деревьях, там такие деревья растут, они как баб, плюс много воздушных корней пускают. Такая целая роща образуется. На них вешали и повешенных заплетали все эти деревья. И такая родилась песенка, которая звучит так, что странные фрукты растут у нас в Пенсильвании. И она считается гимном борьбы с рабовладельческим строем со стороны негров. То есть он послал тогда два очень сильных сигнала. Смотрите, он не англоязычный, спел две англоязычные песни, то есть это явно не могло быть случайно. Немецкие же песни спел. Это был сигнал о том, что он обвиняет Америку в колониальной политике и призывает глобальный юг, например, всех честных людей мира присоединиться к маршу несогласных с новой неоколониализмом. Через 10 лет, даже больше, возвращается Блинкен и возвращает ему песню про свободный мир. Эта песня, она настолько, как это, про свободу, что она оспаривает даже тоталитарные тенденции в самой Америке. То есть эта песня критикует американский строй. Но главное в ней, что она была написана за два месяца до падения Берлинской стены и смысловым образом была направлена против Берлинской стены. То есть, с моей точки зрения, что Блинкен вернул в ответ на колониальную риторику, вот эту путинскую. Какой жест на жест. Он сказал, что, ребята, вы сейчас пытаетесь построить новую Берлинскую стену, новый железный занавес, мы ее разрушим. И вот это будет территория свободы. То есть он показывает, что железный занавес силы обороны все-таки отодвинули. Сделали так, что Украина оказалась по эту сторону железного занавеса. Это очень недвумысленный обмен жестами. Но мне понравилась реакция нашего интернет-сообщества и вообще политиков и общества, потому что показывает, насколько мы не в контексте. А теперь то, насколько мы не в контексте, показывает серия феериченских событий, которые происходят вот сейчас со всеми заявлениями Путина в Китае, заявлениями китайского лидера, заявлениями Блинкена в университете, там после пресс-конференции, заявления европейцам пресса Макрона. Краткая суть которых, что войну надо заканчивать политическим путем. Как бы, да. И они отчаянно намекают, что есть такой общий консенсус между Китаем, Россией и Евросоюзом, точнее Макроном и Соединенными Штатами. Как я это читаю? Что переговоры в предпоследней стадии. Что Блинкен провел уже уникальное количество долгое время, как для государственного секретаря США. Он 12 вечером приехал и 15 ночью уехал. Это трое суток. Из Украины. Да, из Украины. Это непозволительно долгое время. Обычно визиты одну сутки, максимум двое. Это очень много. И что я предполагаю, например, что вот это выпадение из контекста приняло глобальный характер для Украины. То есть за нас принимают сейчас решение о так называемом корейском варианте, на котором мы никак не влияем. И это еще один месседж такой крайне любопытный. Потому что мы пролили огромное количество крови, пострадавших кучей и так далее, и так далее. Мы даже не за столом, где принимают решение. И вот надо спросить себя, как мы до такой жизни дошли? И, собственно говоря, мне кажется, что вот это и будет в каком-то смысле красной линией нашей программы сегодняшней.